Народные песни и угощения на любой вкус. Ульяновские активисты радушно встретили гостей фестиваля. В праздничный день работала и выставка достижений ТОСовцев, так что они смогли и на соседей посмотреть, и себя показать. ТОСы в Ульяновской области очень популярны, их становится все больше. В настоящее время на череду региона 438 ТОСов, которые являются юрлицами. Это первые в Привозском федеральном округе, вторые в России, но уверен, что скоро будем первые, потому что в Волгоградской области в 2011 году было 1100 ТОСов, осталось 600, чем-то наше движение ТОСов растет. Только буквально за последнюю неделю 8 ТОСов новых появилось. Ульяновские активисты благоустраивают общественные территории, проводят развлекательные и спортивные мероприятия. Часто ТОСовцы занимаются благотворительностью и помогают военнослужащим в зоне специальной военной операции, а также их семьям. Один из таких проектов – хлеб всему голова. Попекаем 50 булок хлеба, раздаем нуждающимся, семь МСВО, все как бы по запросу. На мероприятии изготавливаем также сторожки, батрушки и все такое прочее. Если проводим какие-то спортивные соревнования, мы организуем выезд и угощаем участников соревнований. Поздравить активистов приехал и глава региона, который отметил, что развитие территориальных общественных самоуправлений происходит благодаря господдержке и хорошим идеям ТОСовцев. Замечательным подспорьем являются и субсидии из фонда президентских грантов. Только за первое полугодие 2024 года в конкурсах президентского фонда культурных инициатив и фонда президентских грантов ТОС Ульяновской области выиграли 30 проектов. В день ТОС прошло и награждение за многочисленные достижения. Честовали и активистов, и тех, кто им помогает. За информационную поддержку наградили и сотрудников Улправда ТВ, видеооператора Сергея Кудакова и видеоредактора монтажа Константина Лысенкова. Юлия Адамова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.